Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас распаковка огромной посылочки из интернет-магазина Василек. Много интересного, очень классного. Оставайтесь со мной до конца. Посылка приходит вот в таком вот мешке, опломбированной. Сейчас я все распакую, достану и будем с вами смотреть. У нас с вами еще один вот такой прозрачный мешочек. Сейчас по порядку все оттуда будем доставать. Начнем мы с вами с подушки, с самой классной, самой крутой подушки, про которую я вам уже много раз говорила. Это подушка Memory Soft с эффектом запоминания. И она действительно с эффектом запоминания. Запоминайте название, ссылку на эту подушку я, кстати, вам уже давала во вкладке сообщества, девчонки спрашивали. Я нашла для себя идеальную подушку. Я на такой сплю уже месяца три точно, я вам сейчас покажу. И она абсолютно не изменилась, не смялась, не промялась нигде. И она действительно Memory Soft. Вот так она, девчонки, называется. Ее быстро разбирают на сайте Василек. Сейчас я вам в накладной озвучу ее цену. Так, это 50 на 70 у меня размер подушки. Она называется подушка ортопедическая Memory Soft. 1,3 килограмма. Она, по-моему, там еще была 1,5 килограмма раньше. Сейчас я не видела. 929 рублей. Это подушка на долгие века, просто на долгие века. Здесь очень удобная сумка, которая потом много для чего пригодится. Вот так, с молнией. И вот она сама подушка. Она изумительная, девчонки, просто изумительная. О, как свет моргает, да? Смотрите. Так она себя и ведет спустя время. Вот, держи. Ксюша сказала, она забирает эту подушку, придется заказать еще одну. Вот моя подушка, на которой я сплю. Вот она, видите, такая же тут полосочки. Почему? Вот они, эти полосочки, чтобы вы понимали, да? И она так же себя и ведет спустя время. А зачем? Видите? Вообще не смялась ни грамма. Подушка идеальная, самая лучшая. Чего зачем? Еще одну. Еще одну? Ну, потому что тебе одну, и нам две таких надо. Хотя у папы такая же, у нас, но размером 70 на 70, да? Я больше люблю спать на 50 на 70, на таких подушках. Поэтому вообще, ссылку под видео оставлю обязательно. Если не разберут, если разберут, что поделаешь. Поехали дальше. В Иссеке столько новинок, я просто не успеваю следить. Кстати, на их инстаграм ссылку тоже оставлю под видео, там все новинки. У них появились крутые шторы. Крутые, плотные шторы для кухни. Ну, не обязательно для кухни, но они короткие. Чтобы вы понимали. Вот такую я себе взяла расцветку, потому что у меня на кухне в основном все оливкового и зеленого цвета. И я подумала, что мне вот такая вот подойдет. Будет дорог, Маньки. Комплект штор из рогожки, холщовый, зеленый, 230 на 145 размер. И цена штор. Комплект штор 1472. Сейчас распакую, посмотрим. Потом, если их нужно будет отглаживать, то постираю и отглажу. Если нет, все равно постираю. Потом повешу и вам покажу, как они смотрятся. Я люблю такие шторы. Там очень много расцветов. Прям вот нереально много. Запакованы так как добротно. Все, вот. Сейчас, подожди, котеночка. Ой, они с прихватками в комплекте. Да, вот такие вот прихватки. Вот, они уже сшиты между собой. Две штучки. Запахнет. Вот такие. Вам более, как-то более зеленым делает цвет. На самом деле, немножко поспокойнее, больше к хаке. Вот, освещение играет. Катю, не прыгай, пожалуйста, кто-то будет трястись. Вот, сейчас, видите, делает зеленым. На самом деле, нет, цвет вот, вот такой, больше к хаке. Так, это прихватки. Нет, запах есть. Ну, приятно пахнет. Так, держи ты одну штору, я вторую. Ой, они прям широкие. У меня окно-то кухонное, маленькое. Мне такой одной штору достаточно. Вот, смотрите. Вот какая штора, вот какая расцветка. И они достаточно плотные. Вот как они выглядят сзади. Вот такие шторы. А длина? Слушайте, нет, они длинные. Почему я вас обманула? Такие шторы можно и хранить. Если подходит под интерьер, они длинные. 230. Зачем я обманула вас, не знаете? Вот их длина. Во! Они длинные. Я почему-то думала, что они короткие. Я не знаю почему. Потому что на сайте, наверное, так фотография, что они висят на кухне. И вот чуть ниже подоконника они длинные. Что вообще красота. Может, мне вот сюда вместо вот этих повесить? Ну, можно. Слушай, я подумаю, куда их повесить. И вам обязательно покажу, как это будет смотреться. Они, кстати, практически не мнутся. Вот таких вот заломов особенно нигде нет. Где-то можно отпаривать или им пройтись вручную. Дальше вот такая вот недавняя новинка. Это сумки Эко-шоперы. Я взяла в такой интересной расцветке. Мне показалась она самой выигрышной. Так, сумка, 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 сумка. Где у нас сумка? 440 рублей. Красивая. Красивая сумочка. Надеюсь, она будет и добротная, и прочная. Но я уже вижу, что прошит хорошо. Смотрите, как сделано здорово. Здесь написано у нас с вами Лав Весна. Лав Весна. Вот так. Две ручки. Так, вот одна ниточка. Выбросили ее. Вот так. The case. Вот такая сумочка. Две черных ручки. Две длинных бежевых на плечо. Вот так. Вот такой длинный, чтобы вы понимали, да? А черные в руках. Но я сумки в руках все равно не ношу, и на плече тоже не ношу в коляску. Она широкая. Видите, это вот такая ширина у нее. Ну, добротно. Слушайте, много влезет. У меня вот сейчас сумка от Фаберлик туда много влезает, и вот эту вторую положите. Вот такая вот сумочка классная. Материал очень плотный. Такой тоже, как лен. Чтобы вы понимали, да? И вот так вот пришиты ручки. Пришиты хорошо. Ручки пришиты. Вот. То есть ручки пришиты хорошо. Надеюсь, отрываться не будет. Мне понравилась расцветка. Очень такая стильненькая. Красивая. Сумочка супер. Так, поехали дальше. Дальше заказала пару полотенец. Причем одно Узбекистан, одно Туркменистан. Чтобы качество мы с вами сравнили. Полотенце Туркменистан 430 грамм на метр квадратный 91 рубль. Размер у них у всех 40 на 70. Маленький для рук. И полотенце Узбекистан 89 рублей. То есть цена различается в 2 рубля всего лишь, да? Но тут уже 380 грамм на метр квадратный. Так, светло-зеленый. Вот это я так подозреваю Узбекистан. Так, так, так. Салатовый. Сейчас, девчонки, я разберусь. Салатовый это Туркменистан. Оно должно быть поплотнее. Да. Я раньше сравнивала тоже, заказывала и то, и то полотенце. Но, если честно, я уже забыла. Но Туркменистан, да, они чуть дороже и поплотнее. Узбекистан, они совсем бюджетные. Вот если брать большие полотенчики. Так, вот Узбекистан. Ментоловое вот такое. Но по толщине. Оно нормальное все равно. Оно не тонкое. Да, вот это полотенчико поплотнее. Оно действительно поплотнее. Это ощущается. То есть на ощупь это ощущается. Действительно, оно поплотнее, нежели чем вот это. И потяжелее даже вот так вот на вес. А внешне, в принципе, ну внешне тоже видно, да, что вот салатовое, оно попушистее как-то. Вот. А так оба хорошие. За такую цену оба прекрасные, просто идеальные. Так. Дальше у нас с вами ночная сорочка. Ксюша себе сама выбирала. Сейчас откроем. Она просила именно сорочку. Раньше почему-то она вот в ночнушках в сорочках не спала. А сейчас спит. Здесь детская одежда от Бонита. Китс упакована была еще тоже в отдельный мешочек. Так. Ночная сорочка. 385 рублей. Размер 146. Я всегда беру Ксюшу в Васильке 146. Но тут еще запас. Слушайте, смотрите, какая она большая. Мы все померим, обязательно вам покажем. Очень милая такая, красивая. Ночнушечка девчачья. Так. Дальше. Заказала мелкой костюм комбинезончик. Детский, желтый. На рост 74. 438 рублей. Я уже брала мелкой костюм. И мы вот сейчас валяемся в костюме Мандемс. Валяемся. Очень нравится. Вот Бонита Китс это тоже Бонита. Да, Бонита Китс. Да, вот 74. Появились новиночки. Смотрите, какой веселый расцветки. Желтый котик. Желтый котик. Здесь у нас молния уже сбоку. Если вот в этом на Мандемсе между ножек молния и посередине. Вот так вот. То здесь просто молния сбоку. Вот так. Красивый. Очень красивый. И очень мягкий, безумно мягкий, девчонки, на ощупь костюм вообще. Так, дальше. Что это у нас розовое такое? А, это водолазка для Ксюши. Так, водолазка. Цвет розовый. Размер 140 уже. Не 146, наверное, не было. 280 рублей. Изумительное качество. Вы знаете, я думала, будет хуже. Честно. Она безумно мягкая тоже. Вот такая вот. Не как лапша, а просто вот. Не знаю, как описать. Хлопок. Ну, хлопок. Что тут говорить? Очень мягкая. Вот такая вот водолазочка. 140. И вы знаете, я тоже хочу сказать, что это 140. Что это не малонерка, однозначно. Да. Красивая. Дальше у меня коврик махровый. Туркменистан, кстати. 700 грамм уже на метр квадратный. Зеленый. Размер тоже 50 на 70. Это коврик под ноги. Опять вам цвет неправильно передает. Он больше зеленый, нежели ментонный. Камера это такая вещь. Так, и стоил он 189 рублей. Это коврик под ножки в ванну. У нас тоже там все такое оливковое-зеленое. Вот как он выглядит. Только он больше зеленый, чем вот камера вам передает ментол. Он прям зеленый, как травка. Так, вот так. Нет? Нет, все равно ментоловый. Не хочет освещения. Вот такой вот классный коврик. Отличный вообще. С этикеточкой. Стопроцентный хлопок. Замечательно. Дальше взяла Ксюше пижаму теплую. Так, пижама. Пижама-единорог, футер-начес. 146 размер, 686 рублей. Вот такая вот прелесть. Потому что отопление вроде как дали, но не дали. Поэтому бывает прохладно спать, и пижамка нужна теплая. С длинным рукавом. Вот такая вот прелесть единорожная. Слушайте, это тоже 146, в принципе. И штанишки длинные такие. Резиночка пришита. Пришита. Она вот здесь пришита. Вертеться не будет. Так, кармашков нет. Резинка внизу тоже такая ментоловая. И вот он началось. Не очень сильный, но тем не менее, вот как раз сильнее, в принципе, не надо. А то сейчас дадут отопление, будет жарко дома. Померяем, покажем. И последний, девчонки, продукт. Это моя футболка. Называется она Рози. Размер 58 я взяла. 499 рублей. Это новинка. Вот так выглядит. Смотрите, какие этикетки Василек теперь пришивает. Бренд. Вот. Футболка очень красивая. Почему беру 58? Потому что я считаю, что футболка должна быть оверсайз. Хоть сейчас я похудела, но пусть это будет лучше свободно, это будет стильно, это будет красиво. Смотрите, какая красота. Рукав цельнокройный и с небольшим подворотиком таким. Горловина. Вот она. И смотрите, еще какая этикетка. Ну, вообще, от бренда Василек. Очень красивая футболка. Беленькая такая, рукавчик будет приспускаться. Вообще здорово. Сейчас все померяем, покажем. Куврик, кстати, идеально подошел по размеру. Мне прям вот этот вот машинки для корзины с бельем. Прям вообще супер. Не придумала, куда еще вешать шторы. Решила показать вам в зале. Чуть-чуть они не достают до пола. Поэтому я не знаю пока, куда их буду вешать. На кухню, конечно, идеальный, но хочу вам сказать, девчонки, что вот у меня висят шторы за 15 тысяч. И вот эти шторы за 1400 не уступают ни по качеству пошива, ни по плотности. Но мои, может, чуть поплотнее. Потому что, видите, они тоже достаточно плотные. Снимаю к вам при искусственном освещении. Они достаточно плотные. И вот до пола, получается, немножко не достают. Они 2,30. И хлопок еще дает усадку. Я их постирала и не гладила. То есть они, в принципе, в глажке не нуждаются. Вот такое вот качество. Вот такая расцветка. Вот так сейчас лучше, да. Вот сейчас вам камера передает абсолютно правильно. И с изнаночной стороны. Вот они какие. Все просто идеально пошито. Все отлично. Никаких нареканий. И они достаточно широкие. То есть в зал, в комнату. Расцветок там миллион. Я вообще шторами довольна на все 100%. Сейчас их присоберу, покажу, как собранные смотрятся. Вот присобрала. Они с моими коричневыми. Они, кстати, с моим интерьером хорошо сочетаются. Но больше они мне подходят на кухню. Правда? Да, Крестюш. Вот с прихваткой. Одела прихватку. Да? Вот так смотрятся они с прихваткой. В общем, шторы от нас просто, девчонки. Расцветок много. Они действительно крутые. Я не знаю, за 1400 такие шторы купить. Это находка просто какая-то. Кстати, в Васильке есть индивидуальный пошив. Можно заказать шторы длины, какой вам нужно. Такая же там обойдется немножко дороже. Но, тем не менее, это все равно для таких штор, я считаю, дешево. Вот футболочка. Села изумительно. Рукавчик нормальной длины. Все нормальненько. Все, что нужно, скрывает. Так. Смотрим. Вот такая. Она вроде не светит. Но чуть-чуть может светит. Она легенькая. Она леткая, конечно, светит. Белье. Вот такая она, свободная. То, что нужно. Сейчас опущу камеру, покажу вам получше. Так. Вот она. Вот она, футболочка. Все, что нужно, тоже все скрывает. Свободненько. Она очень красивая. Можно кто-то заправляет, доносит. Как кому нравится. В принципе, можно как угодно. Длинная. Оп, скрывает. Даже такую футболку, мне кажется, можно под пиджак. Красиво будет очень. Можно заправить. Сейчас покажу. Тоже, как заправленная. Сейчас часто заправляю. Водолазки. Футболки. Так. Можно заправить. Вот так немножко. На выпуск. Так. Сейчас. Ну. Вот. Вот так. Можно заправить. У меня джинсы завышенные талии, поэтому будет смотреться неплохо. Вот так. Можно носить. Футболка классная. Мне очень понравилась достойно. Она как праздничная может, да, под пиджачок, под какой-то. Будет смотреться вот прям очень интересно. И как повседневная. Как угодно. Как вашей душе угодно. Футболочка классная. Так, а сзади не выпустила. Вот так, девчонки. Всем привет. Ну, погромче. Всем привет. Вот красотка Ксюша в пижаме. Размера 140, по-моему, да? Да. Теплышко? Хорошо. Штанишки еще с запасиком. Подальше отойди немножко. Да, штанишки еще с запасиком. Отлично. Просто звезда. Давай теперь водолазку. Так, ну вот водолазочка розовая у нас. В принципе, вот она, да, 146. То есть она с запасиком еще и рукавчик чуть-чуть с запасиком. Горло не сильно будет давить. Обожаю вот такие фасоны. Очень удобные. Удобная, красивая, розовая. Повертитесь, дамочка. Красотка, красотка. Так, осталась ночнушка. Вот ночнушечка. Она, кстати, тоже не маломерка, не грамма. Потому что это видно. Ночнушку долго проносит на хлопок. Он после стирки еще даст, конечно, усадку. Это нужно понимать. А так очень здорово. Милая? Да. Милая, девочка, милая. Ой, какая милая. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой вот был заказ на этот раз у меня в интернет-магазине Ивановского трикотажа Василек. Все ссылки под видео. Проходите, знакомьтесь, смотрите. А я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok